здравствуйте дорогие друзья я как всегда очень рад видеть вас на канале стремительно подходит концу очередной будничный день и сегодня вечером у меня есть возможность покопошится своей песочнице никаких новостей в песочнице сегодня нет просто будем продолжать то что мы уже когда-то начали поехали и чтобы мы с вами проводили время веселее давайте поставим какую-нибудь катушку для тех кто присоединился к нам недавно я немножко прокомментирую что я ставлю катушки которые ни разу еще не слушал очень часто я совершенно не знаю что там фактически записано и это напрямую относится вот к этой вот пачке катушек которая у меня скопилась на этой полке дело в том что здесь ну вот буквально отсюда и вот досюда собраны те катушки которые у меня которые попали ко мне в фонотеку уже без футляров и без подписей то есть там абсолютно неизвестно что записано даже нет намеков по-моему они отсюда начинаются или отсюда или отсюда но я думаю что они уже все целиком такие вот футляры с футлярами мне помог игорь анатольевич большое ему спасибо привез мне целую кучу вот таких вот бушных футляров и это для себя решил что лучше пусть вот с такими с потрепанными с уставшими футлярами чем они у меня будут совершенно голые и давайте с вами очередную поставим конечно мы глянем что на футляре написано петшоп бойс 8687 но гарантии того что здесь совпадает самые минимальные может совпасть если вдруг случайно вот в эту кучку без футлярных катушек вдруг каким-то образом попала катушка в родном футляре что крайне маловероятно слушайте переверну я ее но тут написал я что я ее почистил а ведь тут действительно петшоп бойс но наверное опять же вот такие были наклеечки на ней что это у нас петшоп бойс давайте слушать надеюсь youtube нас не сильно за ругает за нарушение правил а давайте еще в качестве развлечения на пустышку поставим одну из этих катушек которые я покупал для своего друга сергея николаевича давайте первую попавшуюся попробуем просто про какую-то из них продавец говорил что она даже не садится на подкатушник ну это садится значит не садится какая-то другая значит будем на нее любоваться сегодня чем виду своей тотальной занятости и еще кое-каких нюансов я так и не запустил пока осциллограф этот волшебный который мне любезно порекомендовал станислав анатольевич торговин в чем сложности сложности в том чтобы его запитать он требует 9 вольт постоянного напряжения такого источника питания стабилизированного источника питания у меня под рукой не оказалось его нужно мастерить кстати вот можно посмотреть по его техническим данным да он требует 9 вольт а вообще позволяет конечно пределах от 8 до 10 вольт если будет напряжение больше его можно просто спалить таким образом у меня нашелся источник питания который без нагрузки дает где-то 11-12 вольт ну вот к нему нужен стабилизатор чтобы это дело все привести где идти вольтовому источнику питания в общем нужно колдовать ребята с кренками если так можно сказать кто радиолюбитель тот поймет о каких кренках я говорю а какой вернее кренки об одной идет речь так что будем ждать когда дойдут руки когда будет время запустим посмотрим на прошлом видео мы с вами пытались реанимировать резиновые детали этого магнитофона и даже начали устанавливать вот я установил паразитный ролик что по плану дальше поставим дальше все резиночки тормозные какие где стояли на свои рабочие места поставим маховик с тонвалом поставим стол с головками и если повезет если успеем попробуем даже магнитофон запустить такие амбициозные планы на сегодняшний короткий вечер ну давайте посмотрим что из этого всего получится на сегодняшний день Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте включим, посмотрим, все ли правильно собрал Ну так вот, на элементарной ошибке проверим Все ли вращается И после этого нужно будет убрать масло Вот с тонн вала, с прижимного ролика Посмотреть, нигде не попала ли смазка на какие-то резиновые детали, на маховик В общем, все проверить После этого будем тестировать лентопротяжный механизм Не нуждается ли он в какой-то настройке, корректировке Так, электричество подключено Ну давайте проверим Я уже забыл, какая из них включает Вот это Так Ага Я не на механизм смотрю, ребята Я смотрю на каналы Ну, дернулись оба канала или один Это ведь был дефект, с которым мы боролись Ну Что сейчас мне видно, слышно? Видно, что вращается Слышно, что вращается тихо Это радует Ну давайте попробуем какие-то режимы Режимы Режим перемотки Это перемотка вперед Ну, она выключается, потому что нет ленты Автостопица Перемотка назад Точно так же отрабатывает В общем, перемотки у нас есть Это уже хорошо Девушки отдыхают Давайте я вам расскажу Какова обстановка Так сказать, доклад По аппарату Значит Перемоточки Вообще прекрасно Тихонько Четенько Включаются Нежно Я вообще доволен, ребята Перемоточками Просто супер Но воспроизведение тарахтит Ой Ну это, конечно, ожидаемо было Но что-то прям Мне кажется, тарахтит А, ну конечно Тарахтит сильнее, чем должно бы По идее Тарахтит очень сильно Нужно будет думать Что с этим делать Как Ну, шум мы совсем не уберем Но как сделать его приемлемым Подумаем А вообще Все работает Все работает Вращается Играет Поет И веселится И ликует Так-то не тарахтит Вот молодцы, да? Ну вот Хотел сказать Научились В Сатурне Здорово сделано Что вот эта тарахтелка Отводится В режиме стопа Присмотрелся Подумал И вот что наметил Понятно, что он будет шуметь По-любому Хотя бы потому Что он деревянный Но шум все-таки Выше, чем должен быть И Наверное В этом виноват я Я сейчас присмотрелся Не очень плотно Зажат этот паразитный ролик Сверху и снизу Стопорными Колечками Возможно Я его Недостаточно плотно Собрал Из-за этого Вот он микроколебания Вот такие вот Совершает Туда-сюда И происходит Еще больше шум Чем я ожидал Так что мне придется Перебрать Вот этот вот Узел Если его так можно назвать О-о-о-о-о И every time I didn't love you I would look around For someone else But every time I see you You have the same effect My heart starts Missing the beat My heart starts Missing the beat Missing the beat Missing the beat Missing the beat Не Да Вот сейчас хорошо видно Он недостаточно Спрессован Что ли Если так можно выразиться С обеих сторон И его Мотыляет Вот вверх-вниз Вот сейчас это наглядно видно Но так не должно быть Может быть Это и не является Прямо причиной Не знаю Посмотрим Но так точно Быть не должно Ну что ребята Я доволен Слушайте Классная катушка С винила Опять шоп бойз Вот и подошло Наше время Сегодняшнее концу Будем продолжать В скором времени Благодарю За просмотр До новых встреч Пока И в январе Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»